Сегодня свой профессиональный праздник отмечают пограничники. Этот год для них юбилейный. Службе исполнилось 95 лет. В этом году в Сыктывкаре уже по традиции для обладателей зеленых фуражей подготовили специальную программу. У памятника скорбящему воину прошел митинг, а после погранцы переместились в Кировский парк. Представителей элитного рода войск поздравил и Евгений Ракин. Сегодня рубежи России охраняют около 200 тысяч пограничников. Они защищают государственные границы на суше и море, борются с контрабандистами, незаконной миграцией, оборотом оружия и наркотиков, а также пресекают действия бандформирований. Между тем история пограничной службы корнями уходит в далекий 14 век, когда для защиты московского княжества от набегов кочевых племен были созданы первые сторожевые отряды из станицы. С тех пор пограничная служба претерпела не одну реорганизацию. Однако сам образ и дух погранцов остался неизменным. Это отважные и преданные своей отчизне люди. Недаром служба в погранвойсках всегда считалась престижной. Я лично отношу пограничников к элитным войскам, таким как ВДВ, морская пехота. В мое время туда стремились попасть ребята, потому что служба в пограничных войсках всегда считалась почетной. И не просто было попасть в пограничники. Там отбирали ребят. Она и осталась такой же, потому что они буквально в переднем крае обороны страны. Там нужны особые люди, что ли. Сегодня у этих особых людей большой праздник. Отметить 95-летие родного рода войск в Сыктывкар съехались пограничники из разных концов республики. Анатолий Беляев, к примеру, приехал из Микуни. Сам служил в Восточном Казахстане, куда в 74-м попал еще по комсомольской путевке. Из армейских будней, говорит, особенно запомнились горы. Такой случай был, перевозил боевиков наших, ну, отстреливались заставы. И там бывает, что вот днем проедешь через горы, крутые эти сопки большие. А под вечер уже ехали, и подняться не можем на Г-6. Машину назад несет обратно. Бог упрешь сейчас в скалу, а тут выступ, там, все, если туда попадешь. И как бы не могли подняться было. Обратно вернулись, и потом уже нам разрешили идти проехать через это. Два моста, Г-6, он не можешь никак привезти. Вот такое было. А вот сына судьба занесла на север, за Воркуту. Защищал границу, можно сказать, вместе с белыми медведями. По словам Андрея, еще с малых лет он мечтал последовать примеру отца. Я всю жизнь мечтал, так же, как и отец, служить на границе. Потому что отец служил на границе, он служил за Става Зайсан. И практически я всегда видел, что отец праздновал этот праздник и тоже хотел быть пограничником. Отмечать день пограничников в Кировском парке уже традиция. Здесь зеленые фуражки и береты собираются четвертый год подряд. К юбилею организаторы подготовились основательно. Полевая кухня, песни и спортивные состязания. Результат Ясона Напалкова достоин уважения. 24-х килограммовую гирю усть-куломский пограничник поднял 56 раз. Тяжело. Если не тренируешься, очень быстро рука устает. Нужно тренироваться. Тогда, может, и результат был бы лучше. Впервые в празднике активное участие приняли и жены бойцов. Они продемонстрировали свои кулинарные способности в конкурсе на лучший пирог заставы. Евгений Ракин, Павел Петисов, телеканал Юрган, Сыктывкар. Насыщенной была программа Дня пограничника и в Ухте. Там зеленые фуражки возложили цветы к мемориалу Вечной Агонии, памятнику воинам, погибшим в локальных конфликтах. Уже вечером на центральной площади города им вручили памятные знаки в честь 95-летия погранслужбы. Завершился праздник концертом с выступлением известной российской группы «Каскад».